Приветствую, друзья! Это Анатомка, канал о телесном устройстве. Тема сегодняшнего урока – позвоночно-двигательный сегмент. В вертебрологии и в других дисциплинах широко используется это понятие, представляющее собой функциональную единицу позвоночного столба, или, как еще говорят, биокинематической цепи. Позвоночно-двигательный сегмент, сокращенно ПДС, это анатомический комплекс, который состоит из двух смежных позвонков, которые соединены соответствующим образом, и в том числе мышечно-связочным аппаратом, и одного межпозвонкового диска. Что касается терминологии, с латинского сегмента переводится как отрезок. Отрезок чего? Отрезок позвоночного столба. В англоязычной литературе можно увидеть термин «spinal motion segment» либо «functional spinal unit». В любом случае и то, и другое, и третье указывает на правильное обозначение «позвоночно-двигательный сегмент», а не «позвонково». Что касается диска. Диск находится между позвонками, соответственно, правильная формулировка «межпозвонковый диск». Хотя в малой медицинской энциклопедии можно было встретить обозначение как «межпозвоночный». Позвоночно-двигательный сегмент принято описывать двумя позвонками с соответствующей нумерацией и принадлежностью к отделу. В данном случае это L1 и через дефис L2. Соответственно, на примере это PDS L1-L2, которые образуются позвонками поясничного отдела. Ну и перед нами, как мы видим, сагитальный распил и традиционно правая часть, которую мы с вами будем рассматривать. Позвоночно-двигательный сегмент фиксируется различными типами соединений, в том числе с суставами, связками или, как еще принято говорить, диартрозами, синдосмозами. Каждый позвонок соединяется с соседним, как минимум в трех точках. Две точки – это не что иное, как дугоотрощатые суставы. Ну, левый мы не видим в силу отсутствия левой половины. И межпозвонковым диском. Дугоотрощатые суставы. Иногда они называются фасеточными. Они образуются примыкающими поверхностями составных отростков двух смежных позвонков. В данном случае это верхний суставной отросток ниже расположенного позвонка и нижний суставной отросток выше расположенного позвонка. Они являются направляющими плоскостями для движения позвонков. Хотя движение в позвоночно-двигательном сегменте небольшое, но если мы рассматриваем позвоночный столб как единую артикуляционную цепь, мы понимаем, что происходит суммация амплитуд, и весь позвоночный столб показывает довольно значимую амплитуду. Особенно это касается сгибательно-разгибательных движений. Что касается элементов межпозвонкового диска. Во-первых, межпозвонковый диск обеспечивает прочное соединение тел смежных позвонков, влияя на гибкость и эластичность структур позвоночного столба в целом. Диску присущи три основные функции. Это функция соединения и удержания друг относительно друга позвонков. Это функция амортизатора, которая предохраняет тела этих позвонков и мягкие ткани у различного рода травматизаций. И функция полусустава, где происходит все-таки небольшое движение, и тела позвонков подвижны друг относительно друга. Что касается определения полусуставов, если мне не изменяет память, то термин был предложен шморлем в 1936 году, боюсь ошибиться. Но если вы посмотрите старые классификации соединений костей, вы увидите, что полусустав, либо гемиартроз, занимает там промежуточное положение между прерывными и непрерывными соединениями, между диартрозами и синартрозами. Хотя в последнее время во многих классификациях его относят либо к синартрозам, либо как частный случай синхондроза. Мы обязательно поговорим об этих терминах на одном из наших уроков. Что касается отдельных запчастей межпозвонкового диска, то в центральной его части располагается пульпозное ядро. Иногда оно обозначается как студенистое ядро. Реже описывается в литературе как желатинозное. Оно представляет собой наиболее специализированный и важный в функциональном плане элемент диска и напоминает резиновую подушку, наполненную водой. В то же время окружает это ядро фиброзное кольцо, которое представлено серией порядка 15-25 концентрических параллельных пластин, которые в литературе описываются под названием ламеллы. И в свою очередь фиброзное кольцо обеспечивает постоянство и форму межпозвонкового диска. Ограничивает в свою очередь движение более жидкого пульпозного ядра. В литературе редко описываются еще элементы. В данном случае это замыкательные пластинки. Замыкательные пластинки разграничивают тела позвонков и межпозвонковый диск. Они представлены гиалиновым хрящом с типичной структурной организацией. Толщина от 0,6 до 1 мм. Практически полностью покрывают межпозвонковый диск за исключением периферической части фиброзного кольца. Таким образом формируется своего рода закрытая упаковка, которая замыкает туднистое ядро в своего рода непрерывный волокнистый каркас. И следует подметить, что через эти замыкательные пластинки осуществляется трофика диска и удаляются продукты метаболизма. Об анатомии этих элементов, или как еще принято говорить о микроанатомии этих элементов, мы обязательно поговорим на каком-то из наших уроков. Позвоночно-двигательный сегмент можно представить как модифицированный сустав, в котором роль сочленяющихся костей играют тела смежных позвонков, а туднистое ядро, которое располагается в центральной части, выполняет роль синавиальной жидкости, если мы будем брать в основу типичное строение диартроза или истинного сустава. В то же время фиброзное кольцо заменяет капсулу сустава. Но поскольку сустав не может функционировать без суставных поверхностей, то по аналогии суставные поверхности могут в данном случае заменять эти самые замыкательные пластинки. Что касается связочного аппарата позвоночного столба, тип соединения синдесмос, связочный аппарат представлен передней и задней продольными связками, у которых вертикальное расположение. Они находятся на передней и задней поверхности тел позвонков соответственно. Также следует упомянуть желтые связки, которые располагаются между дугами выше и ниже расположенных позвонков. Следует также указать, что на данном распиле мы видим и другие связки, например, межостистые, либо надостистые связки. Следует также помнить, что позвоночно-двигательный сегмент формирует межпозвонковые или, как еще иногда говорят, формиальные отверстия, которые находятся в боковых частях сегмента. И через эти отверстия проходят корешки спинномозговых нервов и кровеносные сосуды. Нужно помнить, что позвонки могут выходить за пределы своих физиологических позиций, что в свое время ведет к возникновению ощущений дискомфорта и появлению болевого синдрома, как следствие ущемления корешков спинномозговых нервов. Подписывайтесь на канал Анантомка, комментируйте, ставьте лайки, помогайте развитию канала. До встречи!